Вторая смена Слишком много для счастья Чтобы двигать от этих щиток Московская парня Слишком много машин Рулей, тормозов Пушистых подруг и котов Я привык к классицизму Я поднялся средь этих вершин Известной породы героев И новых домов Московская парня Слишком много зиму Хайдеггер, Маккена Плюс тайны иного ума Я не жлоб, я очкарик Я читал, но не знал одного Что все это вы привычки Вчера написали сама Я разбил под лап Что-то слишком много огня Здесь горя по деньгам Здесь светлее, чем нашу белую ночь Я согласен погреться Но этот секс не для меня Московская парня Гудбай, я вылетел Московская парня На ужин по пираме не Московская парня Мир не то, что вам видно в окне А вдали, за горами В уездном городе М Меня ждет, огорая закат Ты прекрасная О-ё-ё-ё-ё О-ё-ё-ё 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 Вторая смена Мы пережили. Ну, а как-то надо в этом признаваться, что мы сегодня с Людмилой пережили последний эфир второй смены на нашем радио, последний эфир на нашем радио, и это хорошо. Да, наверное. В любом случае хорошо. Есть, конечно, ощущение какой-то такой потери, чего-то такого серьезного в жизни. Дело в том, что я 14 декабря 1998 года первая села за пульт новой радиостанции под названием «Наши радио», и это было так давно, а кажется, что это было совсем недавно. Все это пролетело как один день, и от себя вот могу сказать, что все будет рок. Всех люблю, спасибо всем за внимание и понимание, еще услышимся, Людмила Стрельцова. А ты помнишь, какая у тебя была первая песня? Конечно, «В наших глазах», «Сой». Да, потому что Людмила была первая, а у меня знакомство с нашим началось прослушивание в радиоприемнике, и первая песня, которую я услышала, неизвестная для меня артистки, как мне тогда казалось, очень похожа на Жанну Агузарову. Это оказалась певица «Зимфира», и была песня «Спит», которая рвала просто все. А это моя первая была песня «Зимфира», которая к нам попала на станцию. Мы с другой песней хотим закончить нашу работу на любимой радиостанции, и, конечно же, благодарим всех, кто был с нами все эти годы, бесконечно любим и уверены, что очень скоро встретимся. Спасибо большое всем, до свидания, пока. Катя и Люда говорят «До свидания», оставляя тебя в режиме ожидания. Скоро все продолжится, фейерверк, огонь и пена. Да, детка, это вторая смена. Ты знаешь, химическую стойкость полипропилена? А? Это вторая смена. Ты знаешь, потребляемую мощность автогена? А? Да, детка, это вторая смена. Я ухожу, оставляя горы, окурков, километры дней, миллионы придурков, литры крови, подаренной или потерянной. Оставляю друзей, тех, что наполовину себя на радиоволнах, коротких и длинных, осчастливленных мою и обиженных мною. Терзает ночь, мои опухшие веки, я ничего, ничего. Национальная служба новостей. Новости не знают границ. Добрый вечер. Национальная служба новостей представляет информационный выпуск об основных событиях. Расскажу вам я, Андрей Яковлев. Украинские власти в процессе обмена пленами с Новороссии привозят людей с улицы, не имеющих никакого отношения ни к ополченцам, ни к взятым плен-активистам. Об этом в интервью НСН рассказал глава социально-экономического штаба Народного фронта Новороссии Денис Пушилин. Вы знаете, мало того, что Киев не объясняет, они пытаются обманом действовать на этих обменах. У нас есть большие подозрения, к сожалению, что эти люди, которых они не могут найти, они просто замучены до смерти или же еще до сих пор находятся под контролем карательных батальонов, которые не сотрудничают и не взаимодействуют.